чтобы в результате вся компания Киевстар и все ее виртуальные ресурсы и реальные ресурсы чтобы не были в результате положены на лопатки, скажем так и вот сегодня мы с вами столкнулись с такой ситуацией все это понятно, все это объяснимо и если вы думаете, что купив сим-карту другого оператора такого не будет то безусловно я скажу вам, что это не так и оно обязательно будет и у других операторов другой вопрос, насколько сильно другие операторы мобильные готовы к подобному стечению обстоятельств и к подобным атакам расширским но пойти и купить сим-карты всех операторов, которые есть в Украине это очень правильное решение поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы купили по одной сим-карте всех мобильных операторов которые есть в Украине почему? потому что попытки кибератак будут безусловно по всем операторам и кто-то может лечь и для того, чтобы вы не оказались без связи логично, чтобы у вас дома были сим-карты всех абсолютно операторов другое дело, что есть любимые и есть нелюбимые операторы но, как я сегодня пошутил ну, пошутил, не пошутил, но это есть правда пошутил по поводу того, как говорят инвестиционные эксперты когда они говорят про инвестиции что вкладывайте свои инвестиции в разные направления как яйца в разные корзины вот и сегодня, друзья, наступил момент когда мобильная связь у нас, как яйца в разных корзинах должны находиться разные операторы не должен быть один и я, как и многие жители Украины не оказался исключением потому что, как я сегодня в ролике говорил в моем мобильном телефоне связь Киевстар у меня дома мобильный Wi-Fi интернет Киевстар в офисе связь Киевстар и уверен, что многие, как и я, сегодня очень и очень сильно в этом плане попали но пока в нашей стране есть замечательный Wi-Fi в разных точках а я в нашем телеграм-канале публиковал информацию где есть доступные точки Wi-Fi в городе Киеве заходите на наш телеграм-канал под названием КАП ЮА АМ смотрите эту информацию или просто в гугле наберите там очень много информации об этом есть так что, друзья, чтобы в следующий раз не попадать в просаг восполнить этот пробел и да, Киевстар восстановит связь но кибератаки будут еще много-много раз и не только на Киевстар но и на все остальные сотовые мобильные операторы и также, друзья, как я уже призывал вас не шлепаем ушами проверяем свои термосы проверяем свои пауэрбанки проверяем свои энергосберегающие лампы проверяем свои газовые баллончики у кого есть баллоны для туристические для того, чтобы у вас был хоть ненадолго газ на случай, если пропадет электричество в вашем доме и будут блэкауты и несмотря на то, что эта зима не будет у нас с вами ужасной тем не менее, мы должны с вами быть готовы к любому стечению обстоятельств поэтому сегодня ситуация с Киевстаром показала что эти атаки не просто уже начались а для нас это было очевидно я вам об этом сказал 10 дней назад и более того и вы помните, когда в Киев прилетело 75 дронов это было в день памяти жертв Голодомора и 75 дронов, которые прилетели это такое напоминание расистов о себе что они есть и что они про нас не забыли и особенно в такие даты они особенно нас помнят и вы помните, что из этих 75 дронов были сбиты практически все а если быть конкретнее то 74 дрона и 75 поэтому наше небо в Киеве закрыто очень и очень мощно но нюанс заключается в том что кроме Киева наше украинское небо огромное это касается всех городов Украины и конечно все города и села, деревни, поселки, районы, центры не удается закрыть с такой безопасностью как это в Киеве происходит и даже при всей этой закрытости все равно есть жертвы все равно есть раненые все равно есть руйнования поэтому, друзья берегите себя берегите себя берегите своих детей ну а я приду и проверю будь мой орач, друзья орач и только орач и капи меч